давайте начнем сегодня у нас много различных тем возможно мы даже начнем равномерную непрерывность но до этого еще много работы значит начнем вот с такой темы теоремы о среднем точка задачи категории задачи категории то давайте вот этот вот сценарий закроем задача т1 пусть f дифференцируем а дифференцируем а н 1 так и fn от x больше ли равна нулю все это происходит на r все это происходит на r значит далее давайте еще одну предпосылку пусть поленом пусть поленом pn от x поленом энной степени имеет вид a n x n плюс a n минус 1 x n минус 1 плюс и так далее плюс а 0 а 0 это значит поленом n-ной степени ребят я не включаю здесь требование что n не равно нулю и страну нулю то n минус один степень просто чтобы формально согласовать с условием задачи исключительно ради этого пусть полет задано вот такой поленом и уравнение pn от x равно f от x имеет n плюс одно решение n плюс одно решение но здесь подразумевается различные потому что одно и то же решение это одно решение тогда давайте докажем давайте докажем что из всей этой предпосылки следует такое утверждение а n больше или равен нулю вчера спрашивали какой в этом смысл давайте писать больше нуля я специально не говорю что он не равен нулю на просто чтобы согласовать вот условия задачи если это так то это вот так все никакого глубокого смысла в этом нет хотите пишите что n не 0 и тогда а n строго больше нуля когда нужно потребовать что производная строго было больше нуля значит докажем это доказательство выльем воду из чайника сведем задачу к исходной а именно к задачи 16 5 где мы показывали что при выполнение определенных условий существует точка кси такая что fn от x равно нулю введем функцию f от x равную f от x f малая от x минус pn от x для этой функции выполнены все условия задачи 16 5 то есть для нее для нее для нее выполнены условия задачи 16 5 то есть она дифференцируема с нужное число раз и у нее n плюс 10 у нее n плюс 10 у нее n плюс 10 в частности в частности у нее n плюс 10 то есть f от x 0 равно f от x 1 равно и так далее равно f от x n и это равно нулю ну и дифференцируема нужное число раз тогда значит утверждение задачи 16 5 гласит существует . кси принадлежащая x 0 x n существует . кси принадлежащая вот такому интервалу такая что такая что fn производная от кси равна нулю что равно по определению функции ff большое fn от кси минус а n на n факториал а n на n факториал из чего следует что fn от кси давайте наоборот из чего следует что а n а n то есть видите ребят мы не просто доказали мы явно нашли этот коэффициент а n но правда это нахождение такое эфемерное потому что иди да пойди точку кси пойди да найди точку кси на практике то есть ребят теорема о среднем она имеет вот для физика она катастрофична для математика она прекрасна потому что математику она нужна для однако доказательства утверждений а для физику которому нужен конкретный аккуратный счет теорема о среднем вот она мало помогает но мне кажется все таки приятно знать что это правда такой факт вот есть в конце концов можно численно оценить точку кси ну то есть мы получаем в итоге что а n равно вот такому хозяйству то есть больше ли равно нулю как утверждалась задача так рановато вредничаешь вот такая простенькая задача давайте на параллельной доске сделаем вторую задачу она тоже просто правда я когда я первый раз делал я перемудрил потом мне студенты сказали так можно же проще просто вот посмотреть сюда да и все и действительно это так добра ножичку хочу доказать но он доказывается легко значит давайте что сделаем а утверждение такое пусть задана на функция пусть задана функция скажем как она называется квазиполином пусть задана функция f от x равная p от x какой-то полином на е в степени а x где а не равно нулю а не равно нулю ну и давайте в нашей задачи будем считать а действительным п действительным вот хотя вообще в комплексном в комплексном случае тоже квазиполином и задаются но мы будем считать что действительно и у п н коэффициент и действительно тогда это действительный квазиполином мы будем это называть просто квазиполином слова действительно и будем опускать итак это квазиполином и сказано что сказано что квазиполином имеет n нулей такой квазиполином имеет n различных n различных нулей что про него известно про него известно что f от x x1 равно ля 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 равно f от x n равно нулю он имеет n различных нулей из такой предпосылки следует утверждение которое нужно доказать его производная вот смотрите в отличие от обычного полинома у которого производная имеет n минус 1 0 у У такого полинома производная тоже имеет n различных нулей. То есть тоже устроено так, что f существует у производной, тоже существует n нулей, которые я обозначу буквой кси. От кси n равно нулю. Вот это нужно доказать. Давайте это докажем. Интересно также понять, откуда берется еще плюс 1,0. Доказательства. Ну что ж, смотрите. На n минус 1,0, на эту подсказку есть в конспекте лектора, это довольно очевидная вещь, что n минус 1,0 находится легко так же, как мы доказывали задачу 16,5. То есть мы просто n раз используем, то есть даже не просто n, один раз используем теорему Ролля, на один раз используем теорему Ролля, но на каждом из отрезков. Ну или можно сказать n минус 1 раз используем теорему Ролля, если учитывать кратность использования теоремы. То есть на каждом вот таком отрезке xn-1x виноват, xy, k не было, давайте k, xk-1xk на каждом вот таком отрезке по k от 2 до n, от 2 до n выполнено. Давайте так, ребят, чтобы x обозначать той же буквой, давайте я просто по-другому обозначу k, k плюс 1. Вот, просто чтобы выглядело так вот, симпатичнее, на мой взгляд, по n-1. На каждом таком отрезке выполнено условие теоремы Ролля, а значит, на каждом таком отрезке существует точка ксикатая, такая, что f' на каждом таком отрезке существует точка ксикатая, значит, существует набор ксикатых внутри x1, xn, каждая из них в своем, значит, все они вот здесь, ну, такие, что f' ксикатая равно 0, ну, то так же при таких k. То есть, мы нашли ксикатый и так далее, ксикатый минус 1, просто по теореме Ролля. Вопрос, где последний? Вот здесь нужно порисовать. Я что-то там начал пропить теорему философствовать, полезная теорема физики, она обосновывает там размерности, масштабы функций, вот. Но ребят сказали, можно проще, и они, как говорит бэдкомедиан, гад дэм райт. Вот давайте сделаем так же. Вот смотрите, я нарисую какой-то случай. Не обязательно, вот я просто нарисую случай а больше нуля, а поленом, какую степень у поленом? Давайте у поленома выберем, не знаю, мы все как-то любим четные, природа любит четные значения, n больше, потому что основные состояния, основные состояния квантово-механической частицы, если нет каких-то там аномалий, четные волновые функции. Поэтому давайте будем действовать согласованно с природой и выберем, чтобы максимальный, чтобы поленом был четной степени, просто чтобы нарисовать четные степени. Степени. Тогда смотрите, как бы, ребят, как бы я ввел бы себя поленом четной степени? Он ввел бы себя вот так вот как-то, ну, он что-то тут делает, доска тут что-то делает. Да ёшкин же код, да? Вот как-то ведется поленом четной степени. Что делает экспонента? Она его ускоряет, да? Потом там, где точка 0, ну там 0, да? Там потом, там, может быть, разматывает как-то вот так. А дальше, наоборот, задавливает. Ну, и вот самое важное, это я прошу прощения, придется переехать сюда. Самое важное. В конце концов экспонента его подожмет. Смойся. В конце концов экспонента его подожмет. Вот такая, вот это делает поленом. То есть, иными словами, вот эти корни, вот эти точки ролля, буду называть точки КСИ, которые находят теоремы ролля точками ролля. Вот эти точки ролля, они легко находятся по теореме. А мы видим, что есть еще один. Еще одна точка есть. За счет того, что рано или поздно экспонента развернет наш поленом. Понятно, что если степень нечетная, она развернет его снизу. Если А отрицательная, отразите картинку относительно оси Y. Но ситуация вот такая будет. Поэтому рано или поздно, рано или поздно, экспонента, значит, развернет наш поленом. И давайте мы покажем тогда, что, ну, понятно, что дальше мы скажем, что очевидно есть вот еще одна точка. Вот здесь еще одна точка есть между двумя досками. Вот. Ну, давайте формально это в итоге докажем. То есть формально какой я теоремой пользуюсь? Ролем здесь пользоваться нельзя, потому что здесь уже, ну, предел на бесконечности обсуждается у функции. То есть у функции 0 здесь, и у функции 0 как предел на бесконечности. Ну, ребят, давайте мы просто доработаем в этом случае теорему роли. Да и все. То есть я утверждаю, что левее точки x1, левее точки x1, но это ровно в том, как нарисован график функции. В общем случае, понятно, здесь нужно поставить модуль либо левее x1, либо правее xn. Функция по модулю выходит на 0. Это как бы легко, это тривиально уже. Понятно, что главное доказать, что, например, вот в этом частном случае левее точки x1 при выходе функции на 0 справа, сверху, стороны положительных значений, мы, оказывается, можем вот модифицировать теорему роли и утверждать, что есть еще один 0. Кси-энный. Как это показать? Ну, значит, что мы видим из квазиполинома? Мы видим, что предел при x, стремящемся к минус бесконечности, f от x равен 0. Причем, можно даже сказать, так неформально, так неформально скажу, немножко плюс 0. То есть, что это означает? Это означает, что для любого положительного, эпсилон, существует дельта от эпсилон, положительная, что для любой точки x из r, из того, что x меньше минус единица на дельта от эпсилон, будьте здоровы, следует, что f от x меньше, больше 0, больше 0, ну, даже это не буду говорить, меньше эпсилон просто. Меньше эпсилон. Ну, или скажем в данном случае, в данном случае, что я больше 0, в данном случае это горится. Вот, то есть, ребят, что же получается? Получается, что всегда существует какой-нибудь эпсилон с ноликом, всегда существует какой-нибудь эпсилон с ноликом, который всегда существует такой эпсилон с ноликом, то есть, существует эпсилон с ноликом отсюда, больше 0 какой-то, такое, что решение f от x равно эпсилон с ноликом, уравнение f от x равно эпсилон с ноликом имеет, как минимум, два решения. Имеет, как минимум, два решения. Имеет два, два решения, x штрих и x два штриха. Сейчас, костоянка закрою. Ой, извиняюсь. Такое уравнение имеет два решения. Давайте, опять-таки, предположим, что это не так. А вот что было бы, если бы такое уравнение не имело бы решений, да? Но это означало бы тогда, что функция f от x лежит под линией эпсилон с ноликом для любого наперед за одного эпсилон с ноликом. Это означало бы, что функция тождественная 0. Все. Ну, тождественная 0 справа от x1. А функция не тождественная 0. Ну, просто из явного вида. f от x больше нуля всегда, и e от eax всегда больше нуля. Вот. Поэтому найдется такой эпсилон с ноликом, благодаря вот этому факту, и благодаря тому, что функция не тождественная 0. Такое, что это уравнение имеет два решения. Очень хорошо. Тогда смотрите. Тогда на вот этом отрезке, от x штрих до x2 штриха, на этом отрезке, так, раз, два, на этом отрезке, я уже использую теорему роля. По теореме роля существует точка кси n, такая, что f штрих от x2 n равно 0. Эта точка не совпадает с другими кси, просто потому что x1 много меньше всех, x1 меньше всех остальных иксов, просто по условию, просто по условию, которые мы сюда заложили. Так, ну все, пожалуй, с этой задачей нормально доказали. На этом все. Так. Ну, вроде тоже такая простая задача. Вот следующая задача вызвала довольно много дискуссий вчера, это совершенно беззаконно. Она так пообъемней, фактами. Значит, давайте, я, значит, назову эту задачу. Эта задача, это, скажем так, модифицированная, модифицированная, модифицированная теорема. Роман Николаевич мы с ним переписывались, он в письме ее на теореме Дорбу. Я все-таки в литературе видел теорему Дорбу и Фихтенгольц, и Зорич, что теорема Дорбу не использует интегра первообразных. Но можно после того, как вы проходите первообразную, вернуться к теореме Дорбу и перефразировать ее. Вот эту ситуацию я называю модифицированная теорема, теорема Дорбу. Я сейчас объясню, что модифицированная, модифицированная теорема Дорбу. Что она утверждает? Что она утверждает? Модифицированная теорема Дорбу утверждает такую вещь. если у функции f мало есть первообразная f большое на некотором интервале и на некотором интервале и то ff переводит а сейчас то f переводит промежуток промежуток в промежуток замечание сразу пока вспомнил ребят вот в 16 5 16 5 мне задавали вопросы там говорили что функция дифференцируема на отрезке зачем это нужно давайте говорить про фу про то что функция дифференцируема на интервале вот ребят неважно узорича задача 16 5 узорича задача 16 5 формулируется на промежутке то есть 65 неважно собери что что на отрезке функция а непрерывно дифференцируема вот как бы неважно то есть там уж задачу 16 5 можно поставить на промежутке и теорему модифицированную теорему дорбу можно поставить также на промежутке вот а ее наоборот зорич ставит на отрезке ну да чтобы мы не скучали вот ребят где здесь модификация строго говоря вот это не нужно эта запись не нужно потому что а в оригинальная формулировка теорема дорбу такая мы говорим что пусть функция на пусть и все мы говорим такую вещь пусть функция на интервале имеет производную пусть функция на интервале имеет производную ну тогда а тогда производная переводит промежуток в промежуток вот я сейчас ребят все это аккуратно проговорю это очень важная теорема она у фехтенгольца даже в среди теории основных теорем дифференциального исчисления она даже отдельной теоремой вынесена между фирма и роллем хотя дорбу жил по моему позже все-таки ролля и это теорема по моему позже доказывал с другой стороны говорят что роль доказал свою теорему только для полиномов так что как тут по истории поставить на самом деле это тоже хитро вот но в любом случае вот у фехтенгольца даже отдельно теоремой выделены смотрите если у функции есть производная то производная переводит промежуток в промежуток а я буду доказывать отрезок в отрезок это неважно вот ребят что здесь круто по сравнению с теоремой о промежуточном значении непрерывной функции которую мы доказывали еще до дифференциального исчисления ребят здесь круто то у зорище при благоскостительный знак и вот так как бы даже запятую поставлю и продолжу вот я специально как бы такой факт что даже не будут даже даже не будучи непрерывной даже не будучи штука даже не будучи непрерывной то есть это теорема обобщает вот у нас была теорема промежуток все непрерывной функции оказывается такая теорема верна даже если функция не является непрерывным лишь бы у нее была первообразная лишь бы у нее была первообразная это очень сильная ребят утверждение поэтому вот роман николаевич я переформулировал ее вот в таких терминах потому что дарбу говорил для производной для f большое и f большая большая штриха и большая а вот карасёв переформулировал так то есть короче говоря если у вас есть функция не обязательно непрерывно оказывается для нее может быть верна теорема промежуточных значениях лишь бы у нее было первообразно это такое очень сильное расширение класса функций для которых приведете рим промежуточных значений вот давайте мы это дело докажем давайте причем я это буду доказать последовательно аккуратненько по пунктам дальше значит сделаю еще ряд важных комментариев после доказательства если после этого останутся вопросы вы их задайте давайте сейчас пока пройдем до до потому что еще раз дарбу говорит так если если у функции f большое есть производная f штрих большое то f штрих большое переводит промежуток в промежуток карасёв говорит если у функции f малая есть первообразная то тогда f малая переводит промежуток промежуток это одна и та же теорема но в терминах разных функций поняли дарбу говорит на вот этом языке карасёв говорит на вот этом языке и все это одна и та же теорема абсолютно одна и та же теорема вот давайте и фехтенгольц и зорич они тоже говорят в терминах функции f большое поэтому я вот специально потому что кто будет читать классические учебники специально вот слова модифицированное добавил вот давайте то есть производная не обязательно непрерывно это круто а все равно не промежуточные значения есть ребят значит сначала я докажу такую вещь а потом скажу что это действительно то что вот значит я выберу в качестве промежутка я выберу в качестве промежутка отрезок а b содержащийся в и я выберу в качестве промежутка отрезок содержащийся и потому что вот это утверждение вот это вот утверждение она по сути дела гласит следующее между двумя точками области определения между двумя образами f штрих между двумя образами f штрих точек а.б. из области определения принимаются все возможные значения вот поскольку романе каждого выдать такой формулировки после лекции привыкли то есть давайте так я выбираю промежуток это отрезок из какой-то рандомный отрезок из области и функция дифференцируем она и то есть у функции производная есть в каждой точке интервала то есть не может быть такого что в каждой точке это какой-то точке интервала . разрыва производной к мы к этому вернемся здесь это спрос по условию функция дифференцируем она и окей в каждой точке и есть производная выбираю какой-то а.б. из этого и и покажу что для любого значения d из f f б найдется д маленькая найдется д маленькая из а.б. такое что f от д маленькая есть д большое вчера вот был один из вопросов вот если границы этого отрезка переуходят границы этого отрезка вот это я дальше буду обозначать а это как я записал я считаю что а больше b вы скажете а наоборот можно я скажу можно но это неважно доказательство ром то же самое будет поэтому обратный случай он полностью дублирует поэтому без ограничения общности считаю вот так вы скажете вот если концы переходят такие концы а может какая-то промежуточная . вылезти из этого отрезка то есть для какой-то точки значение будет не в этом отрезке а вылезет за него конечно может такое было и в непрерывной функции тоже без наличия монотонности монотонность нам никто не обещал здесь поэтому какая-то . может вылезти об образ образ какой-то точки может вылезти из этого отрезка но важно что что для любой точки как говорят между двумя значениями принимаются все промежуточные на этом отрезке между двумя вот этими значениями принимаются все промежуточные то есть есть д маленькая такое что мы же сидим вот мы равны до большому вот вот это вот первое что я докажу а потом еще есть комментариев по этому сделала значит сначала спецслучай специальный случай специальный случай пусть а меньше 0 а меньше 0 b больше 0 обратный случай обратный случай а они да невозможно потому что обратный случай под мне невозможно потому что я вот так требую спецслучий пусть а меньше нуля б больше нуля и докажем докажем что в этом случае существует . d из a b такая что f от d просто равно нулю докажем что существует . d такая что f от d равно нулю ну а потом произвольный случай сведем к этому хорошо как это доказать значит смотрите справедливо такая следующая совершенно классическая теорема мат анализа на лекцию не было видимо считается что это очевидно так как про из функция так как функция существует и конечно отсюда следует что f большое непрерывно это считается очевидным но я вчера спросил в аудитории что-то видим потому что в 9 утра собираемся все были не выспавшиеся так вроде бы сходу мне быстро никто в этом не сказал это классическая теремат анализа как как она доказывается и да ну f это производная необходимое условие существования производной что непрерывность непрерывности вот и все то есть это просто но почему-то вот может ввести ступор f существует и конечно же в большое непрерывно но это понятно после необходимое условие что они производные есть непрерывность исходной функции так существует и конечно что в непрерывно ребята раз f непрерывно а то f на компакте отрезок это компакт принимает минимальное значение тогда f достигает достигает минимума на а.б. достигает минимума на а.б. значит в некоторой точке в некоторой точке д в преднадлежащие интервалу а.б. то есть то есть д не равно нет нет не равно а или б то есть где принадлежит двухточечному множеству как мы то есть д строга в интервале она не может быть на границе как это показать как это показать ну показывать это не сложно давайте давайте например поймем а что такое а что такое а почему такое происходит в окрестности точки а почему д не равно а вот д не а почему это так вспомним что в точке а производная нашей функции f от а что есть что есть сейчас сообразим f это же f штрих от а то есть f от предел предел при x стремящемся к а плюс 0 f от x минус f от а поделить на x минус а ну вот нам определение производной понятно что здесь подразумевается определение правой производной такие вот уже вещи я пропускаю хотя понятно что может быть и слева мы же отрезок из интервала взяли но в данном случае я бы я хочу локализоваться на отрезке тогда я буду думать о а как о правой производной вот и это больше нуля это больше 0 а тогда по свойствам пределов по свойствам пределов мы знаем что существует существует правая проколотая правая давайте правая проколотая окрестность точки а обозначу эту правую проколотую окрестность вот так вот какая-то дельта дельта правая проколотая окрест точки а такая что f от x минус f от а больше нуля ну вот это понятно больше нуля тут говорить нечем следовательно f от x f от x больше f от а что просто равно а ну и все то есть короче говоря короче говоря что же мы получили здесь сейчас я прошу прощения я не туда посмотрел это не сильно это сильно не важно но все же я вот сюда посмотрел а а сюда не посмотрел меньше нуля меньше нуля вы меня пожалуйста поправляйте вот то есть что произошло что произошло вот мой вот мой какой-то а ты вот тут вот здесь а здесь f от f большое это y это x это а это b вот здесь f от а а дальше она меньше а в б будет то и в б будет то же самое потому что б мы с дым и левый предел смотрим поэтому тоже буду бывать так значит функция вокруг какой-то дельта окрестности убывает здесь какая-то дельта окрестности здесь какая-то дельта новая дельта еще одна окрестность и функция непрерывно понятно что тогда будет . в которой есть минимум Может быть, не один, пес его знает. Но будет точка, в которой есть минимум. Тогда, тогда, по теореме, раз есть минимум, то по теореме Ферма, по теореме Ферма, в этой точке, эту точку мы обозначим D, в этой точке F'D, что есть F?D, равно нулю. И мы доказали специальный случай. Мы доказали специальный случай. Так, ребят, рассмотрим теперь такой случай. Пусть теперь D, это был спецслучай, теперь общий случай, общий случай, пусть теперь D, пусть теперь, раз D принадлежит A, B, и мы для нее ищем, для вот этой D ищем прообраз D маленькая, и по построению D меньше, D строго больше A, строго меньше B. Потому что для A и для B мы знаем точки, в которых они достигаются, а малая B малая. Так, чтобы этот случай доказать, давайте на вот этой доске это сделаем, рассмотрим вспомогательную функцию G от X, при фиксированном D большом, давайте так, при фиксированном D большом, рассмотрим G от X, которая есть F большое от X минус D умножить на X, обладающую производной G штрих от X, равная F малая от X минус D. То есть, короче, ребят, мы линейно это подвинули. Мы уже двигали функции линейно, помните, когда в какой-то задаче ломали факт, что у уравнения есть решение. Если период не единица на N. То есть, двигать линейными функциями мы уже должны к этому привыкнуть. И все это происходит, ребят, на отрезке АБ. На отрезке АБ. Ну, хорошо, G непрерывно. G непрерывно на АБ. На компакте. Она, что можно сказать? G непрерывно на отрезке. И на концах, значит, G непрерывно на отрезке. Ее производная на концах при этом. G штрих А равно А минус D. Ну, потому что это F от А. Давайте подробней. F от А. Есть А минус D. Меньше нуля. Значит, G непрерывно на отрезке. А с ее производной вот так. Больше нуля. Так. Мы так заложили АБД. А, Д и Б заложили. Строго неравенствуем. G непрерывно на отрезке. А производная ведет себя вот так. Тогда по специальному слову, по доказанному, или по специальному случаю, или по доказанному ранее, существует точка D из интервала АБ. Существует точка D из интервала АБ. Такая, что G штрих D равно нулю. И она равна F от D минус D. Следовательно, F от D равно D. Точка. Вот. Вот это доказывает теорему. И вчера у меня возник очень хороший вопрос. Такой вот. Ну вот смотрите, говорит, если вот мы доказали в итоге, что для любой, в итоге для любой вот такой D из А, из АБ, из АБ найдется прообраз D из А малого, Б малого, такой, что D равно F от D. Вот. Для любого отсюда найдется вот отсюда. Но, а что насчет для любого отсюда? Для любого отсюда найдется ли прообраз отсюда? Ответ нет. Но для любого отсюда найдется прообраз из некоторого расширенного вот этого вот отрезочка. То есть представьте, вы взяли отсюда какую-то точку, то есть давайте возьмем какую-то теперь точку... Как ее обозначить-то? Давайте обозначим точку D с ноликом. Давайте возьмем вот точку D с ноликом из АБ. D с ноликом из АБ. Вот для нее, для нее не факт, то есть прообраз D с ноликом, прообраз D с ноликом вот такой вот, не факт, что он... В общем случае это не так. Ну, может не быть отсюда. Может быть, а может не быть. То есть, такой D с ноликом равно F от D с ноликом малое. Вот. В общем случае D с ноликом здесь не будет. Но что мы знаем? Что мы знаем? Сначала наглядно. Вот этот отрезок, он переходит, в общем-то, не в АБ. Он переходит в какой-то, как это... Потолстевший отрезок, который содержит АБ. То есть я утверждаю, что вот этот отрезок перейдет в растолстевший отрезок. А толстенькое и Б толстенькое. Такое, что новый отрезок содержит АБ. Почему это так? Ну, во-первых, потому что по условию теоремы F большое дифференцируемо на И. Значит, F большое дифференцируемо на АБ маленьких. То есть это означает, что в любой точке АБ определена, существует, не факт, что непрерывная, но существует значение производной. Именно значение. Вот функция единицы на х, да, определённая нулём, у неё в нуле есть значение. Хотя предел при х к нулю не существует. То есть в каждой точке есть значение производной. Окей. Значит, для каждой точки отсюда будет какое-то значение. То есть для этой точки есть какое-то значение D, то есть для этой точки обязательно будет какое-то значение. Вот давайте мы теперь, скажем, возьмём отрезок, пусть D, скажем, пусть D с ноликом больше, пусть D с ноликом меньше А. Про что мне нарисовать? Пусть D с ноликом меньше А, да? Или как будет симпатичнее? Да, не важно. Тогда смотрите. Или сейчас. Или пусть оно выплюнется. Пусть будет D с ноликом меньше B, больше B. Вот давайте так, что-то мне хочется направо посмотреть. Пусть D с ноликом больше B. То есть, короче говоря, тогда у меня есть вот отрезок А, Б, вот А значение, вот B, вот есть D с ноликом. Вот. Вот есть D с ноликом. Ребят, очень хорошо. Мы только что доказали, что производная, принимая между двумя... Функция F, маленькая, между двумя любыми своими значениями принимает все возможное. Значит, по доказанному только что, между вот этими значениями функция тоже примет все возможное. И все. А это означает, что существует целый отрезок от А до D с ноликом. Именно поэтому в Кудрявцеве, в учебнике, в первом томе, очень классная формулировка теоремы о промежуточных значениях. Не отрезок переходит в отрезок, а вот мне нравится вот так, как он говорит, что функция F, маленькая вот эта вот, на отрезке, заданной отрезке, между двумя любыми своими значениями принимает все возможное. Это означает, что вот по доказанному возьмите теперь новый отрезок от B до D и проделайте то же самое. А если точка будет здесь, ну, D с ноликом новая будет здесь, очень хорошо, по доказанному будет вот это. То есть вы раздуете свой отрезок. Но это приемлемо. Поэтому главное... И, кстати, отсюда видно по доказанному, что... Ну, вы должны увидеть какие-нибудь комментарии, все-таки написать задачу. Что неважно, отрезок или интервал, или полуинтервал. Это на задачи DZ хорошая вещь. Как понять, что неважно, что-то я для отрезка доказывал, почему для интервала это годится. Вот как бы подумать над таким вопросом. Но вот все реально следует из того случая, который я вам рассказал. Вот такой вот комментарий. А что значит, что производная принимает все возможные значения? Между двумя заданными. Таким образом, это можно ли... Ну, вот. Да нет, ну, причем тут границы? Что значит, что производная принимает все возможные значения между двумя точками? Вспомните определение лекции. Что значит, что все точки между двумя точками есть? Это определение чего у вас было на лекции? Да, конечно. То есть, определение это просто означает, что это область значения, если производно принимать все возможные значения между двумя заданными. Это означает, что область ее значений содержит, содержит аккуратно, вот область ее значений содержит вот такой отрезок. И повторюсь, подумайте, как бы вот теперь на такой модификации, например. То есть, видите, тут... А это и означает, что отрезок переходит в отрезок. Кстати, Роман Николаевич Песмирин сказал, что это очевидно, но вот мне хотелось это разъяснить, потому что вот вопрос все-таки возникает. Так. Все с этим. Значит, ребят, дальше задачи Т4 и Т5, это вот задачи, которые можно, а так, неформально обозначить тему. Теория экстремума на службе сельского хозяйства. А, значит, формально, ну там, приложение теории экстремума можно. Следующая маленькая тема, приложение, приложение теории экстремума. Это тоже в рамках задач категории Т, экстремума. Просто я хочу разделить стороны. Вот там мы, значит, вопиталились, там, извините, ролились, значит, формалились и так далее. Здесь, значит, приложение к теории экстремума. Ребят, в чем, ну, как бы, вот теория экстремума, чем она полезна? Что она позволяет изучить, вот прежде всего? Что позволяет изучить теорию экстремума? Совершенно верно. Пожалуй, важнейшее приложение теории экстремума, это такое приложение, уточнение графика. То есть, когда вы строите, вот у нас нет графика в курсе, вот когда в теории, вот когда мы в теме графики, в теме графики у нас есть такая терминология. График без дифференциального исчисления – это эскиз. А график с дифференциальным исчислением – это уже график. Это немножко не та терминология, в которой было определение графика функции как подмножество в Декартовом произведении, другая терминология, но она понятна, я думаю, еще со школы. Лучше, чем Декартово произведение, может быть. По крайней мере, в моей школе было точно так. Вот. Поэтому, вот, то есть, дифференциальная теория экстремума позволяет эскиз превратить в график. Но это не единственное предложение. Какие еще полезные вещи может дать теория экстремума, а также чуть позже теория выпуклости? Неравенство. Нужно привыкнуть к тому, что теория экстремума позволяет нам генерить крайне важные неравенства для математики. Причем вот эти неравенства, вот я видел, в четвертом семестре, они не даются. Ребята, мне это плохо, потому что вы их в четвертом семестре видите первый раз. А когда вы их видите первый раз в первом семестре, вы видите, как они эволюционируют. Начало, верхний предел становится бесконечным. Потом индекс суммирования становится непрерывным. Пространство из пространства обычных столбиков из трех чисел превращается в пространство функции. Ну и так далее. Вот эти неравенства, как вот Зорич, надо начинать в первом семестре. И вот, чтобы получить эти неравенства, важнейшие столпы математики, мы воспользуемся теорией экстремума. Первое неравенство, которое мы получим с помощью теории экстремума, в первом томе Зорича на странице 277... О, нет, 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 по-моему, все-таки это... 270... 270... 279. Зорич, первый том Зорича, страница 279, 2012 год, издание. Пример 7. Пример 7. Значит, есть такое крайне важное неравенство. Значит, вот такое вот управляющее, можно сказать, master inequality, да, управляющее неравенство для нас на сегодня. Вот в английской литературе часто вот такой master equation, master equality. Это очень... В английской литературе это распространено. В частности, master equation в кинетической теории, это уравнение типа Хоккера-Планка. Хотя нет, его можно даже обобщить на функциональное. Ну, можно обобщить. Значит, пример 7 давайте так по Зоричу рассмотрим. Пусть... Значит, такое утверждение. Если Х больше нуля, если Х больше нуля, то вот такое выражение, Х в цепени альфа, минус альфа Х, плюс альфа минус 1. Я буду писать так, ребят. Больше или равно, меньше или равно. Подразумеваю сразу два случая. Больше или равно нулю, или меньше или равно нулю. Здесь два случая. В зависимости от того, что альфа принадлежит от нуля до одного, а здесь альфа принадлежит от минус бесконечности до нуля, объединения от одного до плюс бесконечности. Если альфа равно 0 или 1, это просто тождественное 0, при реальном случае тут не о чем говорить. Вот давайте это докажем. Давайте это докажем. Значит, смотрите. Теория экстремена службы сельского хозяйства. Шаг первый. Вводим нужную функцию. Вводим нужную функцию. Ну, похоже, сразу так непонятно, вот почему я так по-мхатовски кролика из шляпы достаю, да, но со временем, вот если парочку примеров неравенства сделать, вы сами начнете эти функции подбирать быстрее меня. Ну, нужно просто парочку примеров сделать. У нас в программе они выброшены, но вот вы можете в 20-м параграфе задачника Кудрявцева порешать примеры. Вот, введем вот такую функцию. Тогда ее производная, f' от x, есть как? Можно альфа вынести, x альфа без единицы минус 1. Точки экстремума, точки подозрительные на экстремум, это точки, в которых первая производная равна нулю или не существует. В данном случае, первые точки равны нулю или не существует первая производная. В данном случае, это точки, в которых первая производная равна нулю. Такие точки называются стационарными. А если производная не существует или равна нулю, такие точки называются критическими. То есть, крит-точки – это точки, в которых первая производная равна нулю или не существует, а стационарные, если равна нулю. Здесь нам нужна стационарная точка, очевидно, х равно 1, х с ноликом равно 1, стационарная точка, f' в этой точке равно 0, а f в этой точке равно 0. Так, как, кстати, найти, как, кстати, понять, правда это экстремум или неправда? Что можно сделать? Можно использовать какое условие экстремума? Можно в терминах первой производной, слева должен быть один знак, справа должен быть другой знак, а в терминах высших производной, знаете? Вторая производная, а в общем случае, если n-ая производная, знаете? На лекции не было, но вот посмотрите, в терминимуме, в Кудрявцеве, в задачнике, в 20-м параграфе, в терминимуме, там просто перечень этих теорем есть. То есть, есть условия экстремума в терминах высших производных. Но мы давайте сделаем по-простенькому, хотя не всегда это самое удобное. Как там, нарисуем какую-нибудь такую табличку, да? Вот x, f, f' Вот такие школьные таблички какие-то были. Меня, кстати, студент этим табличкам научили, потому что я, когда в 19-м году начал работать, я все это дело позабывал, что там было в школе, чего не было. Вот, студентка, такую табличку чертим, он удобно, абсолютно удобно. Вот смотрите, рассматриваем случай, если альфа принадлежит от нуля до одного, если альфа принадлежит от нуля до одного, скажем, то тогда x, вот пусть x меньше одного, x больше одного, да? Тогда здесь штрих, здесь штрих. Вот как ведет себя производная в случае, если альфа от нуля до одного? Знаки у нее плюс-минус. Ну, а, значит, функция растет, убывает. Вот такие таблички. А это означает, что мы имеем строгий, здесь он строгий, кстати, в этой ситуации, строгий локальный максимум. Строгий локальный максимум. Во втором случае, во втором случае, так, 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 ну, опять-таки, второй случай по альфа, x больше одного, x меньше одного, f, x, f, штрих альфа принадлежит от минус бесконечности до нуля, объединение от одного до плюс бесконечности. Второй случай. Ну, тут наоборот знаки у производной. Минус, плюс, стало быть, убывает, возрастает. Причем, помедитировав на производную, мы понимаем, что ситуация строгая. Строгий локальный минимум. Ну, собственно, наверное, на этом и все. Потому что, смотрите, в первом случае у нас есть локальный максимум 0. В первом случае локальный максимум 0. То есть, в первом случае функция не превзойдет 0. Согласны? Потому что все под максимумом, оно меньше. В первом случае все, что под максимумом, оно меньше. То есть, в первом случае все меньше или равно 0. Поэтому вот отсюда, что это локальный максимум, следует вот это. То есть, для такого альфа локальный максимум 0, вот он. А остальное, остальное просто меньше. А во втором случае локальный минимум. Но локальный минимум, это наоборот, что у вас больше нуля. Или равно в точке локального минимума. Оба неравенства таким образом доказаны. Вот видите, как экстрем... Если это локальный максимум, значит локально, то есть окрестность. Да. Но эта окрестность, она же... А, ну вы думаете, что где-то... Смотрите. Смотрите. Вот сейчас. Здесь х больше нуля. Вы думаете... Вот смотрите, при х больших единице, при х больших единице, вот функция как будет себя вести? При х больших единице как будет функция? Конечно. Это же положительно. Величина увеличивающаяся. То есть на самом деле вот эта ситуация будет распространена до глобальной. А здесь наоборот. То есть да, формально вы правы. Вдруг там где-то еще будет экстремум. Других нет. Других нет. Поэтому ситуация... То есть строго говоря, вот эта табличка устанавливает строгий локальный, строгий локальный. Но вот этот локальный, он становится глобальным. Других стационарных точек у первой производной просто нет. Вот. Так что доказано. Вот. Ребят, вот это неравенство, оно позволяет нам сгенерить неравенство Юнга, которое нужно в задаче какой-то там, Т4 что ли. Неравенство Юнга. Мой товарищ сказал, я делаю обычно по выпуклости. Я говорю, у них выпуклости нет задач. Вот. То есть, но я все равно сделаю это еще и через выпуклость сегодня. Я добавлю задачи про выпуклость. Потому что это крайне важнейшая штука. Они всегда во всех программах есть эти задачи. Вот. И я сделаю это вторым способом. Но сейчас вот Юнга я получаю просто вот отсюда. И не только Юнга. Значит, смотрите. Отсюда мы получаем такие важнейшие неравенства. Неравенство Юнга, которое утверждает следующее. Если А больше нуля, Б больше нуля, П не 0,1, Ку не 0,1, П не 0 или 1. Давайте красиво напишем. П не принадлежит двухточечному множеству. Ку. Это то же самое, что Ку не 0 или 1. Ку не принадлежит вот этому. В сумме они обратная единичка. Для вот таких вот величин, чисел, строго положительные А и Б и вот такие Ку. Справедливо такое неравенство. А в степени единицы на П, Б в степени единицы на Ку, меньше или равно, А поделить на П, А поделить на П. Вот давайте так, два случая сразу. Меньше или равно, больше или равно, А поделить на П плюс Б поделить на Ку. Вот давайте так запишем, меньше или равно, меньше равно или больше равно, вот такой величины в зависимости от П больше одного, П меньше одного. Здесь два неравенства. Я докажу, я докажу вот это. Вот, вот такое неравенство следует. Давайте мы его быстренько докажем. Оно следует из нашего управляющего неравенства. Если мы положим х равно А, что действительно это так. Если мы положим х равно А, поделить на Б, П положим равным единице А на альфа, или альфа положим равным единице на П, а единица на К, положим единица минус единица на П, вот так выразим единицу на К, тогда, смотрите, если альфа от нуля до одного, альфа от нуля до одного, причем ноль справа, следовательно, не включен, но мы к нему справа бесконечно близко подходим, это означает, что П принадлежит от ужного до плюс бесконечности, то есть П больше одного. Это означает так. В этом случае, в этом случае, значит, что? Пользуемся верхней строчкой нашего управляющего неравенства и имеем такую вещь, это даже не писало, А поделить на Б в степени П, единица на П, минус единица на П, А на Б, плюс единица на П, минус один, меньше или равно нулю, меньше или равно нуля. Из чего следует? Из чего следует? Ну, во-первых, вот это, это минус единица на Ку, мы так сами договорились. Умножаем все на Б, умножаем все на Б, подчеркиваю, Б больше нуля, поэтому умножаем все на Б, больше нуля, поэтому знак неравенства останется тот же. Ну и что мы получаем? Мы получаем, и перебрасываем все направо. Умножаем все на Б, и перебрасываем все направо. Получаем А на Б в степени единица на П, умножить на Б, меньше или равно, А на П плюс Б на Ку. Ну, а здесь, понятно, да, здесь А в степени единица на П, Б в степени единица минус единица на П, а это и есть Ку. Это и есть Ку. Только обратное Ку. Единица на Ку. Это и есть единица на Ку. Вот такое неравенство. Для тех, кто сейчас смотрит в программу, вот такой комментарий, там в программе было так, тут первая степень, тут первая степень, тут степень П. Ну, значит, чтобы получить то, что в программе, вы должны просто ввести обозначение А штрих равно А в степени единицы на П, и Б штрих равно Б единицы на Ку. И все. И просто получите то, что в программе. Так, доказали это. Слово доказательства не писал, поэтому как писать тоже не буду. Ребята, это не единственное важнейшее неравенство. Из него следуют следующее. Такие неравенства, как неравенство Гёльдера. Что же в линейной алгебре у вас было? Мне все сказали, что не было. Хотя это даже... Я говорю, линейную алгебру подразумевает на рид-геометрию. На рид-геометрии, когда вы вводите там длину вектора как квадрат, корень из квадратов как компонент, понятно, что можно вводить не только квадрат. Удивился, что еще нет, но давайте так. Значит, неравенство Гёльдера также важнейшая штука. Смотрите, если хи больше или равно нулю, уи больше или равно нулю, это компоненты, это компоненты н-мерных векторов. Н-компоненты, н-мерных... Это компоненты н-мерных векторов. хи и уи это компоненты вектора х и у, скажем, компоненты векторов x и y компоненты векторов x и y ну и соответственно тех же значит дальше вы по те же самые на самом деле и тех же самых числах pp значит у нас какие единицы на п единица на п плюс единица на q равно единице добавить а мы мы чуть позже скажем значит как тут быть сп для n мерных векторов например 3 н равно 3 с неотрицательными компонентами справедливо следующее неравенство оценивающее скалярное произведение вектора сумма по и от 1 до n x и y и то меньше или равно больше или равно значит п нормы вектора x q нормы вектора y то есть меньше или равно вот такой суммы сумма по и от 1 до n x и t pt степень единица на п сумма по и от 1 до n у и грек и тая q тая степень единица на q в зависимости от п больше нуля или п меньше 1 п больше 1 и п меньше 1 и неравного нулю вот такая оценка имеет место быть значит комментарий по поводу того что здесь написано чтобы все было корректно комментарий такой если п меньше нуля никто не запрещает но если п меньше нуля тогда кстати тоже не будет норма строго говоря но если п меньше нуля то тогда во втором неравенстве вы должны считать x это я строго больше нуля если п меньше нуля вы должны x это я считать строго больше нуля потому что на 0 делить нехорошо это комментарий раз комментарий 2 знак равенства возможен тогда и только тогда когда вектор с компонентами векторы векторы с компонентами x и тая p в степени p и y и тая в степени q векторы не x и грек а векторы вот именно с такими компонентами коллине армия вот тогда будет равенство во всех остальных случаях неравенство ну и наконец еще один столб математики неравенство минковского неравенство минковского значит при всех тех же условиях на и на при всех тех же условиях на x на x и y то есть при всех тех же условиях на x и y справедливо вот такая оценка теперь уже суммы двух векторов сумма двух векторов это вектор с компонент с компонентами с компонентами равными сумме компонент p и вот такая вот хитрая сумма по единице на п просто сумму оценивать нечего это линейная штука но вот если в степени то вот так вот поинтереснее вот это вот это уже содержательный случай x и т п т единица на п плюс сумма также y и т п т единица на п в зависимости от того п больше 1 или п меньше 1 и п не 0 так значит ребят вот это это интересный случай ну например если вот по равно 2 или 3 то вы можете узнать всякие различные оля неравенство треугольника поэтому это случай действительно содержательный у нас п в общем даже виде частности вот обобщение там п равно 2 или 3 то то что вы знаете оказывается можно произвольный п и такого делать значит ваше домашнее задание ваше домашнее задание доказать доказать неравенство гельдера и неравенство минковского ну а поможет вам в этом собственно можно просто прочитать если не получится прочитайте об этом закройте книжку и перепишите страница 281 но на уровне мышечной памяти должно быть чтобы это гельдера и минковского вот прям собственными руками прописали доказать неравенство гельдера и минковского но все это сделано вот в зоричи в 281 параграфе так мы значит к этим неравенством сегодня еще вернемся после того как сделаем задачу т5 а т5 мы сделаем после перерыва заметку сделаю сейчас вот об этом сказать и вот это сказать замечание сейчас я напишу ребята то сегодня столько материала что я все еще здесь несколько замечаний сделаю и пойдем дальше материала очень много сегодня прям порядок первое важное замечание первое важное замечание семинар после хорошего шенпуэр и намного лучше чем семинар после хорошего кофе так давайте потихонечку продолжим там уже звонок был это материала сегодня много разношерстного но так надо как фильме чернобыль так надо только в нормальной фильме чернобыль они как это быть комедия а не в том который быть комедия называет козлобыль вот значит смотрите ребят то что я сказал вначале вот такие безобидные неравенства видите до конечного n со временем у нас будут развиваться то есть со временем у нас n станет равной бесконечности то есть такое бесконечно мерное пространство последовательности да то есть со временем н будь станет равной бесконечности а при этом неравенство вот останутся со временем индекс суммирования и станет непрерывным суммирование станет интуитивно понятно да чем становится суммирование непрерывном случае интегрирование он то есть то есть со временем век то со временем вот это будет функцией важен но я не думаю что вас смущает что вектор эта функция дискретно такой вектор линейной алгебре это функция дискретного аргумента еще и конечно и теории рядов там вектор последовательность это конечно вектор это вот конечно значенная функция дискретного аргумента дальше будет последовательности посмотрим последовательность это счет назначенная функция дискретного аргумента а если вы теперь аргумент сделаете непрерывным это уже будет такая полноценная функция заданная на подмножестве r все эти неравенства со временем будет развиваться в зависимости от того согласовано с тем как будут развиваться те области математики которым будем изучать поэтому вот этот путь длиной в тысячу миль до начинается с одного шага и шаг этот делается на первом семестре дальше потихонечку вы идете смотрите вокруг как все меняется вот это вот замечание я хотел сделать чтобы не забыть и его так вот обозначил ребят по под занавес под занавес вот давайте мы с вами не будем думать что экстремум совсем такая банальная тема вот скажем на экзамене могут из чека попадается экстремум ему с большой долей вероятности могут дать такую задачу вот дескать смотрите у вас есть достаточно и условия экстремума в терминах первой производной до с одной из то есть в терминах первых в терминах первой производной достаточное условие что функция с одной стороны от производная с одной стороны от точки одного знака с другой стороны от точки другого знака это достаточное условие вот является ли оно необходимым ну и раз уже написано она не является необходимым вот приведите пример функции приведите пример функции у которой экстремум есть например строгий локальный минимум в нуле однако знак производный слева и справа отследить невозможно в любой окрестности у нее есть определенный знак но в любой окрестности она будет знака перемен нет модуль хорошая функция вы не можете отследить никакой окрестности смотрите ни в какой левой или и правой окрестности знак производный нет не имеет определенного значения она все время прыгается знака на знак а локальный минимум есть почти ну ну да давайте мы чуть поднимемся чтобы поднимемся там на скажем на двоечку да но в да да ответ правильный то есть смотрите вот пример функции у которой достаточного условия никакого нет однако локальный в точке 0 строгий локальный минимум однако достаточное условие в терминах первой производной не выполняется ну вот x квадрат эти все тонкости эти все подробности зорич очень хорошо обсуждает такая классика и 0 в зависимости от того если x не равен нулю если x равен нулю то есть ребят повторюсь это пример функции которая в точке 0 имеет строгий локальный минимум понятно он заключен кстати между параболами x квадрат когда синус минус 1 и 3x квадрат когда синус плюс 1 вот то есть строгий локальный минимум можно нарисовать это развивается однако достаточного условия экстремума в терминах первой производной здесь нет она не выполняется то есть не думайте что экстрема такая банальная тема для дурачков здесь есть интересная задача мы то не в любой теме есть интересная задача ну ладно значит давайте отсюда мы потихонечку переходим к задаче т5 об интегрировании неравенств которое там доказывалось тоже с помощью теории экстремума была теорема а точнее следствие которое доказывалось с помощью теории экстремума и на ее применение мы сейчас сделаем задачу задача 5 которая иллюстрирует нам применение применение следствия применение следствия 264 об интегрировании неравенств интегрирование неравенств вот эта задача иллюстрирует нам следствие 264 по крайней мере в конспекте сейчас она вот такое завтра и нумерация или через год нумерация может измениться пока так это конспект началась роман николаевич вот давайте так нужно сравнить е в степени x и вот такой полином плюс x плюс x в квадрате пополам два факториала но понятно плюс x в степени n на n факториал полином степени их нужно сравнить но смотрите мы уже из опыта знаем что производная давайте так разобьем на два случаях случай 1 случай 1 x больше или равно нулю случае 2 x меньше ну 0 пусть будет и там и там вот давайте рассмотрим первый случай тогда ребят а вот это полином с положительными коэффициентами он монотонно возрастает при этом экспоненты тоже монотонно возрастает и вы знаете что экспонента обгонит любую степень всегда строгая при больших x но это подсказывает нам что вероятно нужно сделать вот такой знак то есть в первом случае в первом случае нужно сделать вот такой знак иными словами в первом случае все что я сейчас говорю это первый случай в первом случае мы ожидаем что экспонента обгонит линейную ноги константу во первых линейную квадратичную кубическую любую экспонента обгонит линейную функцию е в степени x быстрее всех на свете ну я в степени е понятно из тех которые здесь вот этот счетную команду бегунов она обгонит значит как это сделать но это вообще делается в лоб единственное что в следствии у вас было отрезок фигурировал в этом следствии фигурировал отрезок очень хорошо я возьму какой-то положительный фиксированный OUR1 это будет справедливо для любого OUR1 я возьму какую-то положительный и фиксированный и рассмотрю просто отрезок от 0 до единицы на curriculum если это будет справедливо для любого отрезка то тогда это будет справедливо x больше равно 0 в принципе ну хорошо вот это вот это вот тонкость которую нужно было отметить который можно попридираться там на сдачу ну вот как бы такая исключительно элементарная тонкость докажем тогда докажем тогда что это так по индукции в комбинации со следствием ну по индукции так 2 1 1 1 1 1 для n равно единице dn равно единица е в степени x больше или равно единице плюс x как вы знаете из далекой далекой теперь уже лиммы буду здесь по конспекту идти чтобы удобнее было все в этой задаче лимма 193 из конспекта хотя это доказывается в любой литературе и более того ни одним способом мы это знаем второе предположив что верно для n значит пусть для n верно верно тогда докажем докажем для n плюс 1 для n верно докажем ленту совет вот здесь мы сейчас воспользуемся следствием 264 воспользуемся этим следствием а именно смотрите введем функцию f от x равную е в степени x и g от x равна единица плюс x плюс ля 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 плюс x n плюс 1 на n плюс 1 факториал введем вот такие функции то есть короче ребят левую правую часть неравенства это стандартно работает левую правую часть неравенства что мы знаем о такой функции такая функция непрерывно на отрезке от 0 до 1 а от 0 до единицы на эпсилу дифференцируема на его внутренности непрерывно на таком отрезке дифференцируема на его внутренности это все условия которые нужны вследствие непрерывно на таком отрезке дифференцируема на его внутренности дальше f от 0 f от 0 равно единице больше или равно так совсем формально больше или равно же от 0 что равно единице так можно записать я специально удерживают этот знак а его частный случай это равенство и и смотрите f штрих от x это е в степени x это с больше или равно же штрих от x потому что же штрих от x смотрите это единица плюс x то есть дифференцируем x единичка x квадрат пополам дифференцируем это x и идем до x в степени n на n факториал вот это правда это правда по индукции по 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 предположению индукции потому что мы сказали что для n верно то есть видите чтобы доказать воспользоваться следствием мы используемся утверждение из используем а предположение индукции вот это так это так потому что для n мы предположили что это верно то есть непрерывно здесь дифференцируем а здесь в нуле вот так а производные с производные соотносятся вот так ибо n шаг и n предположение индукции тогда последствию 264 тогда давайте на эту доску переедем тогда как раз вот следовательно напишем такое длинное следовательно а здесь напишем 264 как раз следовательно f от x больше или равно же от x доказали вот так работает от следствия в случае если x меньше 0 больше 0 или равно так второй случай второй случай здесь полезно нарисовать картинку смотрите здесь здесь полезно нарисовать картинку как то вот так вот наши экспонента или потом куда-то туда уходит это x это x не нарисовал ну ладно не подписанные оси это как-то неприятно тогда смотрите что будет здесь давайте так вот я отдельно буду рисовать вот вот как насчет единицы n равно 0 как насчет единицы а мы видим что я единица больше чем экспонента так сюда мы уже не идем и так дальше по поводу прямой прямая меньше дальше если мы x квадрат учтем при x квадрат коэффициент положительный этот полином пойдет наверх поэтому это будет вот так кубический кубический вот вот там так дальше вот так ну понятно да то есть короче говоря будет веер вниз и веер вверх зависимости от того четное или нечетная у нас ситуация ну и понятно что они все ближе и ближе там ой виноват тут не надо понятно что они все больше и больше кусок экспоненты приближаю чего на моем рисунке не видно вот они приближают все больше и больше кусок вот так вот как но все-таки потом они уходят вверх или вниз при этом оставаясь все время с одной стороны вот такое вот рубежение функционально реном группы когда считаются критические экспоненты постоянно вот такие графики пойди пойми к чему она уйдет к чему вы такие картинки все сходятся но тут-то понятно экспоненты а там а там статья в же хиппи значит чё как здесь поступить как вот посмотрите что в этом случае делать конечно можно пытаться обобщать просто теоремы об интегрировании неравенств но я не хочу обобщать теоремы об интегрировании равенств теорем нам сегодня хватает я просто модифицирую конкретное неравенство в этой задаче вспомнив школьное правило что если вы неравенство умножите на минус единичку его знак поменяется вот давайте учитывая то школьное знание я напишу так я утверждаю что в этом случае будет вот такое неравенство минус единица в степени n на е в степени x меньше или равно минус единица в степени n единица плюс x плюс ля-ля-ля плюс x в степени n поделить на n факториал я утверждаю что будет такое неравенство не забывайте когда n нечетная здесь знак минус 1 умножите на на минус 1 знак поменяется поэтому это честно вот моей ситуации ну хорошо как здесь быть тогда если он дальше ребят дальше снова то же самое то есть дальше опять таки это справедливо для любого положительного эпсилон но давайте я теперь чуть еще упрощу себе жизнь я веду минус т где-то будет принадлежать от 0 до единицы на и псу то есть я в положительные передум я перейду в положительные величины и тогда мое неравенство будет вот такое минус единица в степени n е минус т так удобней минус единица в степени n единица минус т плюс ля-ля-ля плюс минус единица в степени tn на n факториал вот так вот то есть я перейду к такому неравенству то есть рожу эту картинку направо относительно оси y просто удобно будет час ну а дальше все смотрите но введем опять таки введем левую правую часть неравенства функция f от t функция f от t минус единица в степени n плюс 1 gt рано 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 значит качестве шага 21 в качестве шага 21 положим n равно единице и проверим что если n равно единице то е минус т больше ли равно единицы минус т это также правда это также правда потому что можно привил приложить лему 1 93 где x минус т где x равно минус т 93 доказывалось для любого и ксани так для большего меня это правда тогда значит 22 пусть для n верно 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 докажем 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 для n плюс 1 окей вот здесь вот здесь для любого ксани обязательно отрицательно одни обязательно положительного отрицательная да откройте лему 1 93 посмотрите я уже не хочу этого помню оставьте меня куда вы меня тащите я не хочу смынать это было в первом домашнем задании вам мне его сдавать вы мне расскажете значит докажем для и плюс 1 вот это тоже правда ну кстати мы даже нарисовали сегодня я подумал что управляющие уравнение сегодняшние это тоже неравенство бернули если в нем вместо икса положить единицы плюс x так что в принципе вы можете доказать и по неравенство бернули а может доказать это по управляющему неравенство которое мы сегодня доказали можете через него пожалуйста вот потому что это бернули если вместо икса единицы плюс x поставить даже вообще не обернули по что бернули альфа там были здесь альфа любое любое действительное кроме 0 и 1 значит давайте докажем для n плюс 1 вот здесь ввиду функцию f от т равно минус единица вот я теряю все минус единица n плюс 1 на е минус т и же это как и раньше вот тоже ну левую правую часть вводим левую правую часть вводим неравенство минус т н плюс 1 н плюс 1 факториал закрыли скобку вот ведем такие f и же введем такие f и же ребята такие f и же непрерывны на отрезке дифференцируемы на его внутренности дальше f от нуля минус единица в степени n плюс 1 что не что не превосходит же от нуля которая тоже минус единица в степени n плюс 1 то есть вот так вот остается пропроизводные что-то посмотреть смотрите пропроизводные f штрих от f штрих от т значит как этом как будет минус единица в степени n плюс 1 до плюс 1 потому что дифференцируя экспонент по т у меня народится знак минус 1 это то же самое что минус единица в степени n и в степени минус с этим понятно же штрих дифференцируем так это минус 1 плюс т от т квадрат пополам пришел плюс и так далее плюс минус единица в степени n плюс 1 вот минус 1 в такой степени а степень тэшки на единицу меньше вот так вот выносим это за скобки выносим минус единицу выносим за скобки один раз минус единицу выносим за скобки остальное вот так вот все то есть ребят да мы видим действительно в f штрих f штрих от t действительно меньше или равно же штрих от т по предположению индукции по предположению индукции а значит по два опять-таки ну по по два шестьдесят два шестьдесят четыре по два шестьдесят четыре f от t действительно меньше же все доказали вот так все с этой темой все с этой темой и прежде чем мы доплывем до того что нанесено на карту до географическую то есть пересчитывать до равномерной непрерывности доплывем вот нам предстоит открыть америку а именно поговорить 1 открыть новый континент и поговорить про тему выпуклость значит вот с этой темой локальная точка дальше мы плывем дальше мы плывем и находим тот континент которого не было у нас на карте в задавальнике континент очень важный богатый всяческими ресурсами источниками идей важными математическими концепциями выпуклость функций кто играет роль индейца возможно те бедолаги семинаристы которые которые это находят и понимают как же также без этого же нельзя выпуклость функции ребят у вас на лекции обсуждаются выпуклость это множество метрических пространств топологических просто выпуклость топологических пространств то есть выпуклые всякие пространства это все как важнейшая штука но при этом нет задач посвященных выпуклость и функции в задавальнике по крайней мере а то что не задавальнике я думаю что студенты уже устали прореживать конспект полностью поэтому могут это просто пропустить вот в задавая значит давайте мы таким образом несколько задач обсудим чтобы хоть немножко вы вот на примере простом на примере на примере простого математического объекта функция ф из и из из подмножества r в р в это прочувствовали но вот давайте мы начнем прям с определения какого-нибудь вот это x это 0 это y и вот значит вот 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 функция вот я долго не мог запомнить кто из них выпукло кто из них вогнутая кто из них вот кудрявцев эту проблему решает так будет выпукло вниз и выпукло вверх но вообще в научной литературе как правило вниз и вверх негатив выпукло и нужно запомнить куда это посмотрите я вам предлагаю запомнить это так ну у каждого свой образ найдите свой образ я раз и навсегда запомнил так выпуклость и математики важнейшая штука настолько же важнейшая насколько важно гайвань в чайной культуре гайвань это это пиала с крышкой в которой можно заваривать чай например отличный шенпуэр вот или шоу если нужно погрузиться не в шире мысли а в глупь мысли вот поэтому вот выпуклость она настолько же важно как гайвань а гайвань это пиала а пиала вы все знаете как выглядит поэтому выпукло это первый случай вот это вот выпукло это как как пиала гайвань это выпукло вот такую картинку полезно запомнить сейчас мы все формализуем пойму фиша гайвань формализуем чайную цифру мализуем можно вот но пока так а дальше соответственно вот даем уже формально формальное математическое определение вот ребят что здесь нарисовано здесь нарисована ситуация в которой в которой в любой точке графика в любой точке графика дуга функции можно не только в тригонометры было говорить про дугу дуга функции ниже хорды вот для любых двух таких точек дуга ниже хорды и нужно теперь формализовать что значит дуга ниже хорды но формализуется это уже легко дадим определение соответствующее пусть функция f действует из отрезка в р тогда говорят говорят что f выпукла выпукла на искал отрезка извините ребят тоже на интервал из интервала на r будем на интервале говорить это функция f действует из интервала в р из интервала в р в не обязательно чтобы на все из интервала в р и она выпукла на интервале а б если если для любых точек x1 и x2 принадлежащих интервалу а б пока не строгая для любых положение отрицательных чисел для любых не отрицательных чисел альфа-1 альфа-2 в сумме дающих 1 сумме дающих единицу выполнено следующее неравенство дуга функции то есть функция на на всех этих точках альфа-1 x1 функция от хорды не превосходит хорды да это функция от хорды это дуга то есть f от альфа-1 плюс альфа-2 x2 не превосходит альфа-1 f от x1 плюс альфа-2 f от x2 вот это определение равносильные ему я сейчас обсуждать уже не хочу нам этого вот это определение оно очень удобно для вычислительных целей поэтому я беру в качестве определения вслед зазори чем именно вот этот случай при этом при этом если если x1 не равно и если при если при x1 не равно x2 и альфа не 0 альфа альфа строго больше 0 оба альфа строго больше значения альфа строго больше 0 это можно написать как произведение альфа не 0 если при выполнении вот этого неравенство неравенство строгое то говорят то строго выпуклости строго функция строго выпукла выпукла на обе функция строго выпукло на обе если если при выполнении вот этого хозяйства неравенство строгое то говорят что f строго выпукло ну а соответственно противоположную ситуацию называют вогнутый вогнутый фунт этого у кудрявцева в задачнике вот выпуклость называется выпукло вниз вогнутость называется выпуклостью вверх вот такая у кудрявцева терминология но обычно вот в литературе дальше математического анализа уже не говорят вверх вниз это конвекс выпукло вогнуто но вот определение значит давайте мы ребят это определение очень много примеров и прекрасный термин на это определение и теорема вокруг него задачники кудрявцева первом томе параграф 20 то есть в к 1 параграф 2 прекрасный термин в частности у кудрявцева проводится замечательная параллель между экстремумом и выпуклостью то есть для экстремума роль функции его ее монотонного возрастания и убывания играет роль производных то есть то что для экстремума то есть для экстремума вы смотрите монотонность функции для выпуклости вы смотрите монотонность производной для экстремума вы смотрите нули производной для выпуклости вы смотрите нули второй производной то есть для То, что для экстремума играет роль производной, первая, для выпуклости ту же самую роль играет вторая производная. Также у Кудрявцева даны критерии в терминах высших производных для исследования выпуклости. То есть, например, давайте в терминах второй производной. Вот если для экстремума стационарные точки первой производной – это были точки подозрительные на экстремум, то для выпуклости стационарные точки второй производной – это точки подозрительные на что? вот для выпуклости для чего на перегиб на перегиб да то есть то есть вот а то что давала а точки экстремума 1 производная такую же роль играет для точек перегиба 2 производной и и точки экстремума то есть видите параллели очень хорошо проводятся с понятием выпуклости автоматически связано понятие перегиба то есть то где выпуклость меняется на вогнутость ну вот частности вот если у меня выпуклая функция я потом захочу например вот такую функцию нарисовать например так например вот такую раз вот функция поменяла направление выпуклости стала из выпуклой вогнутой понятно Вот тогда возникает вот такая точка. Если в ней с производной все хорошо, то эта точка – это точка перегиба просто. По бытовому понятное понятие. Вот, то есть критерий того, что эта точка – это точки подозрительные на перегиб, это стационарные точки второй производной. Точки подозрительные на экстрем – это стационарные точки первой производной. Видите, очень хорошо проводится параллели. Да. Выпуклость и не ломается. То есть не равносморность подозрительного аналитика? Если никакие производные вам не помогают. У нас не было таких примеров, такие примеры и есть в кудрявстве. Определением. Согласны? Вы просто будете пользоваться определением, какими-то простыми неравенствами. Чтобы найти окрестность, то есть что значит по определению экстремум, например, минимум? Что есть окрестность, в которой значение функции больше, чем в точке экстремума. Согласны? Это минимум. Вы будете неравенствами искать эту окрестность. Здесь точно так же вы будете какими-то неравенствами пытаться воспользоваться, чтобы найти, исцелять выпуклость в оборудовании. То есть и в экстремуме, и в теории выпуклости истинно в последней инстанции, как всегда, определение. Но производные нам хорошо помогают. Вот в частности, смотрите, вот пример, который я нарисовал. Здесь даже касательное существует. Согласны? И это касательное вот как-то вот так проходит. То есть прямо в этой точке существует касательное, и вокруг нее функция переходит с одной стороны касательной на другую. Согласны? Это можно и формализовать. Мне вчера ребят спрашивали, вот какое формальное определение, что переходит с стороны касательной. Я уже, ребят, не могу сами формализовать. Легко формализовать. Я уже буду говорить вот так, по-работчик-крестьянски. Так же делает, кстати, и Кудрявцев в терминуме. То есть понятно, как это формализовать. Я хочу обратить ваше внимание, что если у функции есть точка перегиба, то в этой точке перегиба функция переходит с одной стороны касательной на другую. То есть, смотрите, выпуклость, вогнутость, точка перегиба. В этой точке переход между сторонами касательной. Выпуклость, вогнутость, перегиб. В перегибе переход между сторонами касательной. Вопрос. Верно ли обратное? Верно ли, что если вы переходите между сторонами касательной, это обязательно будет точка перегиба? вот если у меня есть такая точка в окрестно что я перехожу в этой точке с одной стороны касательными другую верно ли что тогда эта точка будет точкой перегиба смотрите что вот идея идея опять правильный идея посмотреть на первой производной правильно смотрите я вам сказал для перегиба роль вот для перегиба нужно смотреть монотонность производной в экстреме нужно смотреть монотонность функции перегибы нужно смотреть монотонность производной то есть вот если производная монотонно то вы имеете выпуклость или вогненность если производная монотонно вы имеете выпуклость или волны а тогда у вас есть переход но может оказаться так что переход у есть а производная не обладает определенным характером монотонности не слева не справа производная не является монотонной ни в какой окрестности точки перегиба не справа не слева это классический пример который вот в кудрявцеве там по моему что-то в терминимуме задача задача прям в терминимуме двадцатом параграфе дана ссылка задача 62 эту задачу любят все мотанисты если у вас будет выпуклость то каждый с подавляющей вероятностью вы получите такой доп вопрос поэтому крайне важно такой пример указать пример когда производа никакая не монотонная а переход между сторонами касательные это задача 262 или только вместо синуса вместо косинуса синус это пример 16 по зоричу пример 16 зори чем пример такой функции пример такой функции x куб 2 плюс синус единица на x квадрат вот давайте здесь надо еще подпилить аргумент синуса но x альфа синус x бета вот вам пример функции у которой в точке x равно нулю в точке x равно нулю график функции f касается оси абсцисс она для него касательная переходит из нижней полуплоскости верхнюю ну то есть переходит с одной стороны касательной на другую в то же время f штрих не монотонно ни в какой полуокрестности точки их с ноликом значит f штрих не монотонно значит ни в какой полуокрестности кривая не сохраняет определенный характер выпуклости то есть . x столиком равна нулю не является точкой перегиба вот вам пример значит а еще по поводу выпуклости и вогнутости вот такие примеры значит это примеры 17 и 18 у зорича значит такие смотрите вот если я рассмотрю функцию f от x равную x в степени п где x больше или равно нулю п больше единицы если я рассмотрю вот такую функцию при вот таких иксах и п она выпукла что конечно надо проверить она выпукла вот при таких параметрах и из такой функции можно из выпуклости вот такой функции можно получить неравенство гельбера из выпуклости вот такой функции можно получить неравенство гельбера дальше если я рассмотрю функцию f от x равную логарифм x где x больше нуля то есть вогнутости вот такой функции можно получить неравенство юнга неравенство юнга дз сделать это сделайте так мы еще по поводу выпуклости я удивился что она первая задача четвертого семестра неравенство енсона но в первом семестре дается важнейшее неравенство которое еще один столб математический который кстати в школе боголюбова называют неравенство боголюбова школе ландау его 10 на кафедре терфиза назад неравенство ландау я подходил грил имейте совесть это называется неравенство енсона но это непробиваемо все вот будьте людьми образованными культурными знаете что это называется неравенство енсона ну кто-то еще в этом феймана енсона ну фейман был первый кто использовал неравенство для того чтобы из интеграла по траекториям получить параметры полирона полирон полирон это соответственно электрон обросший шубой фанонов в твердом теле вот то есть да но все равно это неравенство просто неравенство енсона математиков наверное она может еще как называется но это все просто классика которая вот сейчас я напишу и все станет понятно неравенство енсона я пишу с и краткой ген сена вот такое неравенство значит если функция пусть f выпукла на интервале а b ну и действует в р как там так точки x1 ля 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 xn из интервала числа альфа 1 ля ля альфа n больше или равны нулю и сумме дают единицу альфа n равно 1 то есть ребят сейчас я просто по сути дела обобщу определение но это вообще это теорема неравенство тогда ребят да спросите если что это не зазорно тогда справедливо следующее неравенство тогда справедливо следующее неравенство альфа 1 x 1 плюс и так далее альфа n x n меньше или равно альфа 1 f от x 1 плюс и так далее плюс альфа n f от x n то есть по сути видите такое обобщение обобщение то есть ребят мы берем выпуклую функцию берем n точек берем n штук альфа в сумме дающую единицу тогда справедливо такое неравенство в частности в частности как вы понимаете строгой выпуклости отвечает строгое неравенство то есть неравенство такое что если иксы не совпадают и если альфа не нули там знак строгий то есть если функция строго выпукла то при несовпадающих иксах и ненулевых альфа всех здесь неравенство строго вот этот строгая выпуклость соответственно это тоже изучить доказать домашнее задание и тоже это зорич 1 страница 289 289 вот со всеми этими неравенствами вы должны познакомиться понятно что дальше у вас сумма бесконечная аргумент аргумент икса непрерывный тогда это становится функциональное неравенство там в теории меры в теории случайных процессов кантимат ожидания еще чего-нибудь то есть применение это это один из столпов математики начинается он отсюда ну и под занавес давайте я сам че не докажу как вот из определения выпуклости скажем вот все эти вещи доказывают как и за как пользоваться определением выпуклости чтобы доказывать неравенство если вы уже поняли что как и теория экстремума как и теория экстремума теория выпуклость функции важна в сельском хозяйстве например для доказательства различных неравенств вот давайте мы одно такое неравенство докажем я взял пример иску из первого тома кудрявцева пример 13 пример 13 пример 13 это к 1 параграф 20 давайте докажем что для любых давайте докажем что для любых x и y из r для любых x и y из r е в степени 1 2 x плюс y значит давайте так напишем пока пока напишем не строгое 1 просто любые могут совпадать x плюс е вот давайте докажем такое неравенство как и в теории экстремума ребят здесь важно правильно выбрать функцию важно правильно выбрать функцию предложите мне функцию которая решает эту задачу давайте помедитируйте на этой предложить все должность функцию и бабахну для нее определение выпуклость экспонента конечно значит смотрите рассмотрим функцию f от x равно е в степени x она выпукла она выпукло выпукла почему потому что f штрих от x равно е в степени x первой производной монотонно возрастает можно спросить а почему первая производная монотонно возрастает потому что Вторая производная от х, что есть е в степени х, больше нуля для любого х из r на r. То есть на практике часто исследование выпуклости сводится к исследованию монотонности. Но монотонность сложно смотреть, пес его знает. А что легко посмотреть? Знак производной. То есть на практике, ребят, вот это часто сводится к исследованию знака производной. То есть производная, это такой самый простой способ исследовать выпуклость. Вторая. Если вот она есть, с ней все хорошо. Вот. Ну, экспонента больше нуля. Это уже доказывалось, что она строго положительна на r. Там еще параграф про экспоненту был. Вот. Значит, тогда по определению выпуклости. Имеем там для любых х, любых альфа, пропущу это. Альфа 1х1 плюс альфа 2х2 меньше или равно альфа 1 ех1 плюс альфа 2 ех2. По определению просто выпуклости. Ну и все. Положив х1 равно х, х2 равно у, альфа 1 равно альфа 2, очевидно, 1 вторая. Сумма их единицы. Мы получаем как раз вот, давайте напишем, получаем неравенство звездочек. Вот. Получаем неравенство звездочек. Более того, более того, смотрите, в силу того, что экспонента строго больше нуля, это достаточное условие строгой выпуклости. То есть, если х не равен у, то тогда мы можем сказать, что 1 вторая х плюс у строго меньше 1 вторая ех плюс еу. И вот на этом мы, пожалуй, закончим это. Да спросите, чего вы это стесняетесь, не страшно. Чего? Да? Очей? Нет? Это он хотел спросить. Нет, это он хотел спросить. Нет, ну ладно. Ну ладно. Все с этим. Под занавес рекламирую вам в 20-м параграфе, кто хочет проинтуитить эту тему еще лучше, в 20-м параграфе номера 69, 70, 71. Вот любой из них берите, там куча примеров, любой из примеров берите и просто прикиньте, можете вот такое неравенство сгенерить или не можете. Легко вы можете выбрать вот эти функции, подобрать эти функции. Вот вам дают неравенство, вам нужно подобрать функцию. Вот легко подберете? Нет? Вот попробуйте себя. Я уже тут ничего не буду задавать, отсюда надо, но вот советую вам попробовать. 69-й, 70-й, 71-й номера в 20-м параграфе. Все с этим. Ну, дальше мы отправляем, дальше мы уже отчаливаем до пункта назначения. И следующая наша тема. Начнем просто вот, хоть обсудим определение чуть-чуть. Это сложнейшее понятие, ребят, мы очень много будем об этом в следующем занятии говорить. Равномерная, равно, равномерная непрерывность функций. Равномерная непрерывность функций. Так. Перестроиться немножко. Все. Эта тетрадь закончилась. Следующая тетрадь. Ну, в данный момент я пишу третий том, но первый том это четвертый семестр, прошлый. Вот, а так, тогда будет томник. Кстати, если нужно будет, я могу дать тетрадь, чтобы сфотографировать на конце все места. Может, кому-то это будет полезно. Но те, хоть, правда, и надо, потому что какие-то там неточности могут быть. Затекайте с неточностью потом. Ошибки, чтобы не генерировать. Вот. Ну, хорошо. Значит, ребят, по равномерной непрерывности я советую два пособия. А именно, вот я всем отправлял, но вот кто там, если будет кто-то слушать, может быть, семинар там из других групп. Вот. В интернете, в свободном доступе можно скачать два полезных пособия. Это пособие «Равномерная непрерывность функций одной переменной» Бутузов, Левашова, Шапкина. Давайте ссылку дам. «Равномерная непрерывность функций одной переменной». Одной переменной. Совершенно замечательное пособие. Значит, Бутузов, Левашова, Шапкина. Бутузов, Левашова, Левашова, Шапкина. Это было написано на кафедре высшей математики, по-моему, ФИСФАКа МГУ, чтобы у ФИСФАКа отдельно высшая математика кафедра. То есть у них МИХМАТ… Обычно МИХМАТяне читают всем, но у ФИСФАКа у них своя вот такая математическая вотчина. Ну, видимо, там какие-то исторические были события. Ну, может, кто-нибудь поссорился, не знаю. Как поссорились, да, там, Басов, Прохоров, кто-то там, получился ФИАН и АПАН. Так, МГУ. Все это довольно забавно, если сейчас оборачиваешься на это, смотришь с позиции прошедших лет. Вот, и второе, значит, О равномерной непрерывности функций, О равномерной непрерывности функций кожевников. Ну, это вы уже знаете все. Это, соответственно, МФТИ. И, ребят, несмотря на патриотизм, все-таки я советую вам начинать читать вот с первой брошюрки, вот, потому что она написана более так подробно и удачно. Вот, ну, кожевников он занимается подготовкой вот там международных, значит, межнары, олимпиадники. Вот, на самом деле, такой стиль, более такой вот олимпиадный, да, он может там что-то написать, а что-то умеет держать, или даже сказать, типа, это очевидно. А эти ребята, они дотошные. Они вот с нуля вот объясняют, не считая, что человек там сам может пойти и весь Матан переоткрыть. Вот, поэтому это всегда полезно. Потому что, конечно, можно переоткрыть саму Матана, но потерять на это силу времени, эмоционально, профессионально выгореть и сказать, пошло все нафиг. А можно дойти до конца полным, насытившимися, набравшимися, так это, знаний, и при этом с оставшимися силами, чтобы потом вот эти знания в науке применить. Вот. Я против такого выжимания людей. В конце концов, важно, чтобы вы в науку потом пошли, они выгорели, после чего-то искали к чертовой матери. Поэтому, ну, кому это скучно, читайте сразу. А, ну, нет, я просто, я хочу сказать, что... Ну, тут, наверное, Рон тоже сказал. Здесь понятней. Кому это скучно, читайте вот это. Моя задача, чтобы вы прошли Матан, и после этого у вас были силы работать в науке. А не так, что прошло Матан к чертовой матери, пошел в консалтинг. Это сложнее. Я как бы ничего не говорю персонального, это просто сложнее. Вот. То есть, кажется, персоны значения не имеют. Значение имеют только книги, которые они создают. Почему я как про Мехмат говорю? Говорит, а, там уже все старенькое, там все уже умирающее. Говорит, там книги написаны офигенные. И там авторы пока еще живы. И программу вот сравните. А то, что люди, это люди, люди все уходят. Мы все ограничены временем. А дальше не поймем. Вот. Поэтому так. Значит, вот это вот два методических пособия. Читайте в любом порядке. Рекомендую читать с первого, а дальше сами как хотите. Значит, давайте базовое понятие. Что такое равномерная непрерывность? Ну, чтобы понять, что такое равномерная непрерывность, нужно вспомнить, что такое непрерывность обыкновенная. Что такое непрерывность обыкновенная? Да, вот, может быть, давайте я замучил оператора. давайте здесь что такое непрерывность обыкновенная что вот пусть у нас функция задано и действует какой-то области определения в вот функция которая действует из области своей области определения в она может не быть непрерывной на всей df но вот предположим что функция непрерывно x не прерыв функция f непрерывно на x которая есть под множество области определения вот по рабочий крестьянский будем работать вот что значит что x что значит функция непрерывно иксе это означает что функция непрерывно в каждой его точке так в каждой точке выполняется определение непрерывности внимание в каждой точке в каждой точке x но выполняется определение непрерывности вот этот квантер вот это вот эта вот штука стоит 1 в каждой точке x для любого положительного x я могу найти дельта от чего зависит дельта и для любого для любого существует дельта зависит вот икс и ну от эпсилон и общем эпсилон и в общем-то икс ноликом вот так любого так что такое что для любого x из x из того что x минус x ноликом меньше дельта от эпсила следует f от x минус f от x с ноликом меньше эпсилон вот что такое непрерывность на x может такое непрерывность на x у нас была с вами задача про фундаментальность когда там условия каши было и последовательность да когда там помните было n от эпсилон n от п эпсилон может помнить такую задачу вот вот давайте теперь мы сыграем в такую игру что будет если я теперь если я теперь сформулирую следующее высказывание к не знаю что происходит следующее высказывание сформулирую а именно я сформулирую такое высказывание для любого положительного и псевом найдется дельта которая теперь зависит только от и псевом ибо для любого здесь вот так по-другому нельзя не говорить не писать давайте писать на любого для любого и существует дельта а вот это руками закроем на игры вы получаете бред с точки зрения матемической логии так можно нет нельзя почему я так хочу ну мы формулировали правила логики так на третьем или четвертом задание занятие следуя зазоричем обсуждая значит тему о структуре математических высказывал поэтому вот здесь вот так вот такое что для любых x с ноликом и x из x из того что меньше дельта ребят вот здесь виноват вот здесь конечно я я там это подчеркнул я здесь хочу это подчеркиваю следует что модуль f от x минус f от x с ноликом меньше эпсилон ну и что я написал что я написал вот какое из них сильнее высказывание из какого следует нижняя сильнее отсюда следует вот это обратная в общем обратная стрелочка отнесли стрелочек обратная неверно в общем случае не это более сильное высказывание что оно значит геометрически вот давайте нарисуем потихонечку к этому что он значит геометрически вот у меня какая-то функция есть на и пусть мое множество x это просто для начала это какой-то отрезок скажем вот для начала это просто отрезок нехорошо криво косо вот у хорошо нарисовала это также он резко психопатически не получается вот это а это б это ноль x это y вот нарисовал пример функции значит смотрите что утверждает высказывание номер два более сильно она говорит что для любого положительного эпсилон найдется дельта такое что такое что вот как только две точки меньше дельта так сразу две значения 20 функций меньше эпсилон то есть это на пальце этот геометрически означает следующее что для любого эпсилон найдется дельта такое что квадратик а точнее прямоугольник который часто буду обзывать квадратиком надеюсь не бить прямоугольник высоты эпсилон ширины дельта от эпсилон я могу от транслировать при фиксированных дельта и эпсилон я могу от транслировать не меняя ширину и высоту не меняя ширину и высоту могу от транслировать перенести так могу перенести этот квадратик так что график функции будет пересекать мой квадратик только вдоль только вдоль сторон параллельных оси y график функции пересекает мой квадратик только вдоль сторон параллельных оси y не будет вот такой крутой ситуации что график начнет пересекать мой квадратик по сторонам по сторонам параллельным оси x то есть график сечет мой квадратик только по вертикальным образующим по горизонтальным не сечет вот это вот это наглядная геометрическая интерпретация вот этого высказывания и отсюда сразу понятно что если вы берете очень круто функцию то какой бы вы квадратик бы не взяли худенький худенький какой какой бы он не был бы худенький найдется ситуация когда когда график пересечет его по горизонтальным образующим вот это неравномерная непрерывность график должен пересекать только по вертикальным образующим куда это равномерно не принц это вот такое наглядное понятие отсюда в частности понятно что функция равномерно непрерывная не может очень круто расти насколько круто мы это покажем но вот уже сейчас вот из такого наглядного образа понятно что такое определение прерывности то есть эта функция она не просто непрерывная она не просто непрерывная она удовлетворяет вот такому красивому геометрическому факту но а по но и самого определения мы уже заметили кстати что полностью согласно с этим графиком видите вот этот квадратик я двигаю я двигаю квадратик он не меняется то есть этот квадратик его ширина этот квадратик и его ширина не зависит от точки x ноликом вот если бы ширина квадратика менялась бы рядом с x нолика дальше я должен должен толстячка брать еще вот наоборот наоборот он толстячок не годится худенький нужен вот то есть я должен брать там вот совсем вот там жутко вы жутко такой худенький квадратик да вот чтобы по бокам график функции пересекал очень уникальный квадратик борт если бы его ширина зависело букв ny км это было бы непрерывность обыкновенная а ра на мер на непрерывности ширина не зависит x0 То есть дельта, то есть функция непрерывна на множестве, если дельта можно подобрать сразу одинаковую для всех точек множества. Дельта зависит от ε, но не зависит от х. Одинаковая для всех точек множества. Можно сказать, что функция одинаково непрерывна в каждой точке. Это такой вот рабочий крестьянский способ, что такое равномерная непрерывность. Одинаковая непрерывность, хоть и неформально, во всех точках. Почему мы можем сказать, что минимальный из дельта? Если мы для каждой точки посчитали, что должны быть дельта в случае обычного дельта, а потом в случае равновесных выбрали дельта? Минимальный может не быть. Представьте, что у вас дельта принимают значения... Представьте, что ваши дельта, сами дельта принадлежат интервалу от нуля до одного. Представьте, что ваши дельта принадлежат от нуля до одного интервала. Какое минимум у этого интервала? Его нет. Я понимаю, что можно не содержать. Да, да. И, значит, инфимум есть, но дельта не принимает значения, его не достигает. Дельта не принимает, не достигает того значения. поэтому вот эта ситуация как раз вот мы вот видим что вот видите этот здесь дельта неограниченно худеет не ограничено а у неограниченного множество нет не достигается точная точная нижняя вот вот такая вот интерпретация хорошая ну и давайте мы давайте мы отлично сделаем еще несколько замечаний вот связанных вот с этим понятно вот это определение так ну вот мне кажется карте эту картинку бутузов левашова шапкина я у них взял мне кажется вот она очень полезная дальше то что следует равномерно не не следует равномерно это я сказал но собственно вот определение вот картинка дальше мы должны начать решать задачи по этой теме однако вот есть задачи которые хорошо решаются по определению то есть можно взять взять определение равномерно непрерывности порешать задачи определение или модуль непрерывности использовать но вот там я буду все время по определению делать задачи чтобы прочувствовать лучшее определение если я могу сделать по определению будут по определению но вот оказывается кстати что не всегда легко не всегда легко вот этим с виду безобидным определением воспользоваться иногда это очень сложно и непонятно так как доказать поэтому помимо вот этого определения в теории равномерной непрерывности важны всякие разные критерии равномерные теоремы равномерной непрерывности то есть помимо этого определения важны разные теоремы которые позволяют сказать будет ли она равномерно непрерывной или нет не по определению простейший canter правильно теорема кантера то есть ребят из равномерной непрерывности следует непрерывность обратная неверно но вот если функция непрерывно функция непрерывно на компакте тогда она равномерно непрерывно ним то есть если дана непрерывность и компакт все теорема кантора зодич говорит там было два автора этой теоремы но потом традиционно постерен кантора вот по теореме то функция равномерно непрерывно есть такая теорема и вот задач вот нашими основными задачами будет сгенерить еще несколько теорем когда у вас не компакт например то есть когда у вас не компакт наша задача будет сгенерить еще несколько теорем с помощью которых мы можем исследовать функции не используя определение не используя определение вот ну давайте мы например сгенерим мы будем это генерить но уже не сегодня мы сегодня уже не успеем сгенерить ряд полезных теорем например теорему о росте непрерывной функции теорему росте экстебрала скажем никого теорему о том как как может расти непрерывная функция это мы с личным следующий раз докажем вот а сегодня я вот хотел бы остановиться на одной задачи т8 чтобы показать вам насколько равномерная непрерывность хорошее свойство давайте я подправлю это определение ребят вы видите что в этом определении в отличие от первого точки x и x0 ком теряют свою индивидуальность ведь они равноправно xx0 поэтому будем писать штрих и два штриха штрих и два штриха так принято писать в определении равномерной непрерывности по что вы видите что здесь точки потеряли свою индивидуальность но когда вы доказываете непрерывность кто-то из них берете нулю кого-то из них берете нулем а кого-то иксом ну вот здесь вот мы будем вот такое определение использовать и я хочу вам показать насколько замечательно определение равномерной непрерывности этот факт демонстрирует в частности задача т8 в частности задача т8 смотрите какой замечательный факт если функция если функция f действующая из какого-то подмножества r действующая из какого-то подмножества r в r равномерно непрерывная функция равномерно непрерывно на r равномерно непрерывная функция на на x на x извините Если функция из х в равномерно непрерывно на х, то f продолжается до непрерывной функции g, определенной уже на замыкании х в равномерно непрерывной функции. Продолжается до непрерывной функции g, которая определена уже на замыкании. То есть, что такое продолжается? Это означает, что функция g, ее сужение на х совпадает с f. Ее сужение на х совпадает с f. Вот такой факт замечательный есть. То есть, ребята, если у вас просто непрерывная функция на множестве, вы продолжаете ее на замыкании множества, да пес его знает, какой она будет, 150 раз разрывно. А вот непрерывная равномерно непрерывная функция, она замечательная. Вы продолжаете ее на замыкание, и с замыкания оказывается непрерывной функцией. Это вот так сильный факт. Ребята, я докажу доказательства. Я докажу специальный случай. Специальный случай. А вы потом, поманипулировав, написав две строчки просто там дальше, квантерами, вы из специального получите общий. Я докажу специальный случай, а вы из него легко сделаете общий. Вот. Значит, я рассмотрю в качестве х, в качестве х я рассмотрю интервал АБ. То есть, ребята, методически очень полезно рассмотреть сначала такую простую ситуацию. Ну, а замыкание, соответственно, х, это будет отрезок. Понятие равномерной непрерывности, оно такое, объемное. Не хочу говорить словом сложности, это слово пугает. Оно объемное, оно красивое, у меня много чего интересного. Поэтому давайте мы посмотрим вот такую сценарий для начала. Соответственно, замыкание х минус х в этом случае это двухточечное множество АБ. Это двухточечное множество АБ. Вот. Я хочу тогда показать, что замыкание моей функции на отрезке, функция на отрезке будет уже такой законной непрерывной. Вы скажете, ну подождите, непрерывная на отрезке, она автоматически равномерно непрерывная. Да, в этом случае кантор работает. Но замыкание множества, замыкание, это замкнутое множество, да? Замкнутое множество не всегда компактно, например. А кантор работает на компакте. Поэтому вот более сложно, когда замыкание, это что-то более сложное, чем отрезок. Какой-нибудь некомпакт, что-нибудь такое. Вот там уже сходу так и не воспользуешься. Поэтому теорема формулируется именно так. F продолжается до непрерывной, G на замыкании. Чтобы не обсуждать, что ну уже тогда компакт. Если G компакт, то равномерно непрерывный будет. Если не компакт, то не будет. Вот ровно то, что сказал, не больше, не меньше, да? Как бы, блин. Вот. Значит, упрощенный вариант. Давайте, значит, определение равномерной непрерывности у нас написано. X у нас отрезок. Тогда нам интересно, нам реально интересно две точки. Y. Минут 5. Ребят, у вас можете минут 5 побыть? Нет у вас сейчас ничего в критериях? Тогда давайте докажем это. И вот на этом разойдемся до следующего раза. Смотрите, нам интересны две точки. Точка А и точка Б. Это те точки, которые принадлежат замыканию, но не принадлежат исходному множеству. Потому что на нем все равномерно, непрерывно о чем тут говорить. Ну, давайте возьмем, без ограничения общности. Возьмем Y равно А, например. Левый конец. Возьмем Y равно А. В B будет то же самое. Дальше. Выберем, выберем точки X' и X2' в определении равномерной непрерывности. Выберем вот эти, выберем, извините, выберем точки X' и X2'. Пока что вот просто беру две точки. Беру их так, смотрите. Они не совпадают с А. Они принадлежат X. Они принадлежат X. Значит, они не совпадают с А. Никогда. Потому что А не принадлежит X. Но выбираю я их так. 0 меньше X' минус А меньше дельта от эпсилона. Дельта от эпсилона. Где дельта от эпсилона? Это какое-то дельта из определения равномерной непрерывности. И также беру вторую точку. Давайте здесь помещусь. X' минус А меньше дельта от эпсилона. Выбираю две точки так. При каком-то дельта от эпсилона. Но если это так, смотрите. Если точки выбраны так, то отсюда, отсюда следует, что разность X' минус X2' меньше дельта от эпсилона. Отсюда следует вот это. Ну, просто по школьным неравенствам. А отсюда, из того, что моя функция равномерно непрерывна на X, равномерно непрерывна на X, вот с этим дельта от X, следует тогда, что модуль F от X' минус F от X2' меньше эпсилона. Вот такой ход. То есть, смотрите. Отсюда следует вот это, а отсюда следует вот это. По транзитивности импликации, по транзитивности импликации, отсюда означает, это означает, что отсюда, отсюда следует вот это. Давайте вот так вот делаем. Отсюда следует вот это. Отсюда следует вот это. А что это такое? что это за высказывание такое для любого условия каши совершенно верно это условия каши а дальше мы воспользуемся критерием каши смотрите то что я записал для любого положительного и все он найдется дельта от эпсиона положительное такое что для любых иксов как только они выполняют удовлетворяют вот этому следует вот это это условия каши существования это условия каши существования правого же под конец где право где лево где условия каши существования правого правого предела предела функции f в точке в точке x в точке а точки а условиях каши существования правого предела функции f точки а а тогда по критерию каши по критерию каши мы получаем что существует лим при x стремящемся а минус 0 и по вчера уже подкаюсь а плюс ночь так господи а плюс 0 справа подходит по критерию каши тогда существует правый предел f от x который равен какому-то а и это оконечное что важно это оконечное что важно по критерию каши существует такой предел аналогично аналогично существует существует левый предел просто повторив все то же самое существует левый предел в точке b функция f от x равный b большое тоже конечный аналогично просто доказывается просто доказывать аналогично очень хорошо давайте определим теперь функцию g от x следующим образом определяем функцию g от x смотрите определяем ее ее значение в точке а ее значение в точке а возьмем правый предел функции f то есть а правый предел функции f если x равно а b если x равно б и f от x если x принадлежит интервалу а б определяем вот такую функцию что мы получили мы получили функцию g которая определена определена на отрезке а б что есть замыкание интервала и замыкание дальше непрерывно на отрезке непрерывно на отрезке но действительно ее смотрите ее значение совпадает с правым пределом а мы с вами говорили что такое функция непрерывно на отрезке функция непрерывно на отрезке если она ри непрерывно в нормальном объемном таком смысле внутри отрезка на интервале непрерывно справа в левой точке отрезка и непрерывно слева в правой точке отрезка ровно то как мы написали непрерывно на отрезке и что и ее сужение на интервал ее сужение на интервал это f все мы такую функцию построили повторюсь тут даже дальше можно бабахнуть теоремой кантора искать что в этом случае она равномерно непрерывно но в общем случае вот так я доказал специальный случай обратите внимание я доказал специальный случай общий случай доказывается в плене и нам просто по этому опыту но все-таки вот общий случай вы доделаете то есть общий случай общий случай многоточие это вы сделать доза. Все, спасибо за внимание, спасибо оператору за работу. Закончим.